Этот небольшой завод может производить 5 тонн продукции в сутки. Здесь выпускают колбасу и сосиски только для калининградских покупателей. Но в последнее время уже в полдень работа останавливается. Цеха пустеет, а суточная выработка не превышает 3 тонн. Делать колбасу не ищут. Третью неделю мы испытываем резкий недостаток в мясном сырье. Попытались полностью перейти на местное охлажденное мясо, но местные калининградские производители не могут удовлетворить в полном объеме даже наши небольшие потребности. На две недели хватило своих сырьевых запасов, а потом пришлось сократить производство. Дефицит сырья сейчас испытывают мясоперерабатывающие предприятия области. В регионе их около 200. Раньше калининградские производители активно закупали европейское мясное сырье. Но около месяца после обнаружения в соседних лицеи Польши вируса африканской чумы свиней, границы для импортного мяса закрыли. А своей свинины в области катастрофически не хватает. За прошлый год было переработано около 89 тысяч тонн замороженного сырья, в том числе и из стран Европейского Союза. А местного сырья свинины было произведено порядка 30 тысяч тонн. В мясоперерабатывающие отрасли региона до недавних пор были заняты 7 тысяч человек. Сейчас часть сотрудников потеряла работу, остальных руководители отправили в вынужденные отпуска или перевели на неполный рабочий день с частичным сокращением зарплаты. Никакой уверенности, потому что мы все находимся в кредитах с мужем. Муж тоже работает здесь, у нас трое детей. Для нас просто это шок. Мы все в шоке, мы здесь ходим. У нас, говорят, предприятие тоже возможно закроется. Калининградские мясопереработчики срочно заключили контракты с поставщиками замороженной свинины из Латинской Америки и Канады. Но первые контейнеры с мясом придут только через три месяца. На волне мясного ажиотажа местные производители свинины повысили стоимость своей продукции. И хотя региональный Минсельхоз подписал соглашение о моратории на рост цен с тремя крупнейшими мясными заводами области, колбаса и сосиски в калининградских магазинах уже подорожали в среднем на 20%.